МИД Республики Ирлан Идрисов МИД Республики Ирлан Идрисов МИД Республики Ирлан Идрисов МИД Республики Ирлан Идрисов Мы сейчас разрабатываем специальный сайт На котором будет мобильно оперативно Обновлять информацию о точках Куда нашим гражданам опасно выезжать Проинформировал министр В Атрау предварительные Слушания по делу о преступной группировке Возглавляемые бывшим Акимом области Бергеем Раскаливым Назначены на 24 декабря Сообщает Костак Как сообщалось 11 обвиняемых Находится под арестом 9 под домашним арестом Под подпиской о невыезде И надлежащем поведении двое Бергей Раскалеев Его брат Аманжан Раскале А также еще 9 их сообщников Находятся в международном розыске По данным Финпола В результате совершения членами Преступного сообщества Раскалеева Тяжких и особо тяжких Коррупционных и экономических преступлений Государству и гражданам Причинен ущерб на общую сумму Более 71 миллиарда тенге Интерфак сообщает Президент Казахстана Нурсултан Азербайев Планирует принять участие В церемонии открытия Олимпиады В Сочи в 2014 году Сообщил глава Митреспублики Ерлан Идрисов Надеюсь, что Олимпиада в Сочи Будет ярким событием Это крупное мероприятие На нашем пространстве Близ Казахстана Вы знаете, что Алматы Соперничала с Сочи В плане получения права На проведение Олимпиады Мы надеемся, что наша заявка На 2022 год будет успешной Поэтому мы заинтересованы В успехе Сочи И надеемся, что никакой Политический и идеологический окрас Не помешает этому празднику Добавил он О событиях, произошедших сегодня В нашем городе Вы узнаете сразу после рекламы Не переключайте Продолжим выпуск В нашей области Сегодня установилась теплая погода Столбики термометра Показывали днем плюс 2 градуса Вчерашняя метель утихла В связи с чем В департаменте ПЧС Сообщили об открытии дорог На все направления Но тем не менее Спасатели попросили Не терять бдительности И в случае непогоды Воздержаться от поездок За пределы города С утра дороги На все направления спасателям Пришлось открыть Хотя еще сегодня ночью ДЧС рассылала К тюбинцам СМС-сообщение О закрытии сразу Нескольких трасс Такие рассылки Спасатели просят Не игнорировать Поскольку сюрпризы Погода, как правило Преподносит неожиданно Потому такие предупреждения Могут приходить Даже поздно ночью Они могут предупредить Об опасности путешествия В определенном направлении Как только РГП Казгидромет Подает нам сигнал О штормовом предупреждении А также организации Дают нам информацию О закрытии дорог Дежурной частью Департамента ПЧС К тюбинской области Проводится рассылка Сообщений Сотовым Операторам сотовой связи И уже операторы сотовой связи Направляют абонента Сейчас вся ситуация С дорогами держится под контролем Буквально вчера Силами сотрудников ДЧС Было эвакуировано 118 человек Из снежного заноса Вызвали на 28 единиц техники Несмотря на штормовое предупреждение Водители выезжали на большую дорогу Однако, несмотря на предупреждение На автодороге Самара-Шимкент В районе поселка Маржамбулак Около 15 часов дня Произошло скопление Большого количества автомобилей На место вызова Было направлено Направлены сотрудники Служб пожар, тушения, аварийно-спасательных работ И оперативно-спасательного отряда В количестве 14 человек Личного состава И 5 единиц техники Также департаментом ПЧС Актюбинской области Совместно с Акиматом области На расчистку дороги Была привлечена подрядная организация Каздарстрой В количестве 5 единиц техники И 9 человек Одной из проблем Которую создают спасателям водители Является непонимание последних Во время эвакуации Водители отказываются оставлять свой транспорт И в итоге вообще не выходят из машин А задачей сотрудников ДЧС В непогоду Является спасение людей А не их транспорта Поэтому в ДЧС Просят водителей Отнестись к такой ситуации С пониманием И вовремя соглашаться На эвакуацию Тем более что Дорожные полицейские Несут дежурство на трассах Круглосуточно И вряд ли кто решится Угнать засыпанный снегом Транспорт Лиза Ацакева Алексей Уразов Программа Факт Более 200 единиц оружия Сегодня было уничтожено В печах Актюбинского завода Фиросплавов Это гладкоствольное Газовое травматическое оружие Дана жителями региона Добровольно В ходе специальной акции МВД В этом году Закончилась акция По добровольной сдаче Иззятого оружия Боеприпасов За четвертый квартал Мы уничтожили Более 200 Точнее 213 единиц Оружия Различные марки А также различного калибра Населением сдавались оружие За вознаграждение Естественно Люди Освобождались от ответственности Снимали с них Зарегистрированные оружия 67 единиц нарезных Ружий Будут отправлены В Алматы На базу Южной Где их также сожгут Нужно отметить Что месяцем раньше Было ликвидировано Около 440 единиц оружия В этом году Таких мероприятий Проведено 5 Тогда как обычно В год их организуют 4 раза Активность населения Полицейские Объясняют тем Что за добровольную Издачу боеприпасов И оружие Человек освобождает От ответственности Более того Ему за это Еще и платят Денежные вознаграждения В суде номер 2 Города Актобе Рассматривается Уголовное дело По факту Избиения Покойного Актюбинского Журналиста Игоря Лары По информации Правозащитников Подобный факт Впервые дошел До суда Однако Участники процесса Независимые наблюдатели Делают заявления О нарушениях Которые на их взгляд Имели место В ходе следствия А также Во время судебного Разбирательства Подробности У Алисы Маринец Сам факт Избиения Актюбинского Журналиста Имел место Ночью 20 сентября Как рассказывал Сам Игорь Лара На него Напали пятеро В момент Когда он выходил Из подъезда Чтобы сесть в такси У одного из нападавших Видимо Была монтировка Журналист утверждал Что этим предметом Его ударили по голове А когда он упал Били ногами Через два месяца Он умер в больнице Куда был госпитализирован В связи с обострением Имевшего у него заболевания Однако его близки Уверены Что именно избиение Стало косвенной причиной смерти Я Родственники Друзья Мы все считаем Что вследствие этого Избиения Мой муж получил Такое заболевание От которого Не смог оправиться И умер Сейчас В качестве подсудимого Проходит только Один участник избиения Его близки требуют Привлечь к ответственности Остальных По их информации Самый активный участник По-прежнему Находится на свободе И к его поимке По какой-то причине Не принимаются меры Об этих нестыковках Следствие заявляют И правозащитники У избивавших Его было пятеро А сейчас На процессе Выясняется Что судья Признался Что один из этих Вообще Имя одного человека Одно вообще Исчезло из дела То есть А на скамье Подсудимых Только один Оказался человек Два других Проходят В качестве свидетелей Насколько это все Правомерно Насколько В полном объеме Расследуется Таким образом Под большим вопросом Между тем Представители Правозащитных Организаций Отмечают то Что впервые Факт избиения Журналиста Дошел до суда Близкие же Игоря надеются На то Что суд Подойдет Объективно К рассмотрению Дела И что заслуженные Наказания Понесут все Участники Нападения Алиса Маринец Жаслан Жубаев Программа Факт Сегодня состоялось Очередное заседание Областной комиссии По делам несовершеннолетних Чиновники Подвели итоги Уходящего года Проанализировали Совместную работу Медиков Полицейских И педагогов И обсудили Задачу На перспективу Проводить время В компании Сверстников За хорошей порцией Спиртного Курить травку Или нюхать клей Ак-тюбинские Подростки Стали меньше Таковы главные Достижения Усиленной Профилактической Работы Госучреждений В минувшем году Учителя Полицейские Медики Стояли на чеку И добились Некоторого Снижения Тревожных Показателей За последние Три года Отмечается По области Стойкая Тенденция К снижению Несовершеннолетних Лиц И подростков Состоящих На диспансерном Учете По употреблению Психоактивных Веществ С хроническим Алкоголизмом Токсикоманией И наркоманией В 2012 году На диспансерном Учете Состоял Один подросток Из Алгинского Района По употреблению Наркотических Веществ Без синдрома Зависимости В данном Случа В 2011 году Состояло Четверо Подростков И по итогам 2013 года Диспансерных Больных Наркомании Алкоголизм Токсикомании Нет В то же время Остаются Под пристальным Вниманием Те, кто попадает На учет Профилактический Ребят Ставят на контроль В медучреждения Даже после Однократного Употребления Алкоголя Или марихуаны Правда Меры здесь Применяются Скорее Разъяснительного Характера И направлены Они на то Чтобы добиться У подростков Твердого Неприятия К таким Формам Проведения Досуга Несовершеннолетние Получают Консультативно Диагностическую И лечебно-профилактическую Помощь Работа Ведется Не только С совершеннолетними Детьми Но и их Родителями Или опекунами Особое Внимание Уделяется Детям И подросткам Из группы Иска В данной Категории Детей Проводится Индивидуальная Работа В плане Профилактики Употребления 111 детей В отношении которых За два года наблюдения Удалось добиться Полной ремиссии Если говорить В разрезе С социальным То в основном Это дети Из неблагополучных Семей В возрасте От 12 до 17 лет Также было отмечено Что большинство Курящих И выпивающих Составляют городские Школьники В черном списке 16-я 22-я 8-я школы И еще С десяток Средних учебных заведений Включая колледжи И профтехлицея Ирина Гуть Сергей Калашников Программа Факт Международный день Помощи бедным А эта дата Отмечается сегодня Во многих странах мира По своему Организовали волонтеры Областного общества Красного полумесяца В одном из дворов По улице Тургенева Была установлена Небольшая палатка И накрыт до Стархан Представители колледжа Сервиса Приготовили горячую пищу Которую по задумке Организаторов Благотворительные акции Должны были отведать Люди Без определенного Места жительства Но накормить нуждающихся Как оказалось Задача не из простых Волонтеры Прямо с утра Пошли раздавать Пригласительные билеты На бесплатный обед Однако к 11 часам утра Палатка еще пустовала В городском центре Технического творчества Сегодня стартовал конкурс Мастерская Деда Мороза Среди учащихся Третьих-четвертых классов Школ города По начально-техническому моделированию В конкурсе Который продлится три дня Принимает участие 20 школ города Сегодня была организована Выставка На которой были представлены Гирлянды ручной работы Из подручных материалов Подробнее о рукодельном мастерстве В следующем сюжете Участники конкурса Начали готовиться к выставке Еще месяц назад Оригинальные новогодние гирлянды Пестрят своим разнообразием Для их изготовления Использовались самые простые предметы Пластиковые бутылки Лампочки Фантики от конфет И даже картонные контейнеры Для яиц Мальчики и девочки Были очень оригинальны Каждый проявил креативность И фантазию Участникам конкурса Помогали родители Алена Олейник Ученица третьего класса Даже сочинила стихотворение Своей подделки Выполненной в технике квилинг Здесь снежинки Словно звезды И мерцают И блестят Ёлки Шишки И зайчата Украшают И пестрят Символ года Есть в гирлянде Лошадь синяя В скаку И снегурка В дивной шубке Забавляет затвору За лошадкой Едут сани Но у них волшебник Главный Старый добрый Дед Мороз Везет подарков Целый воз Квилинг В технике гирлянду Показала я сейчас На оценке Не скупитесь И поставьте высший класс Участники конкурса Представили свои работы Рассказали о своих подделках Как и из чего Они были изготовлены В практической части Они изготовили по шаблону Символ года Лошадку из бумаги На эту работу Каждому ребенку Было дано 20 минут Наша цель Проявить Творческих детей Мы дали им Домашние задания Они сегодня Принесли Очень много гирлянды Очень интересные Разные методики Там можно увидеть Из бросовых материалов Там из орешков Гирлянды сделаны Из квилинга Очень красивые Мы очень рады За детей Параллельно с этим конкурсом В городском центре Технического творчества С 13 по 20 декабря Проводится соревнование Конкурс в классе Стендовых моделей На котором было представлено 80 экспонатов На выставке Можно было увидеть Авто Бронетехнику И самолеты Модели изготовлены Из дерева Пластика И резины Среди представленных Экспонатов И копии техники Военных и послевоенных лет Призеры примут участие В областном конкурсе Который пройдет В январе следующего года Айшат Ибрагимова Сергей Калашников Программа Факт Это все новости К данному часу Я с вами прощаюсь До завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин